Добрый день, мои любимые подписчики! Сегодня я буду говорить по-русски. Сегодня прекрасный день. Вот, сегодня почти не было тревог днём. Мой крыс любимый ещё жив, хотя у него кардиомиопатия. У моего крыса синдром большого сердца. Ей-богу, людей не так жалко, как животных порой. Было три крыски. Этот крысёныш, он всех пережил. Когда умирал его очередной братик, он обнимал этого братика и потом не отпускал. Невозможно было просто без эмоций смотреть, как этот маленький крысёныш, Рекс, переносит смерть братиков. Утюкойн маленький, зайка, крысёныш, большое сердце. Сегодня этот крысёныш ещё жив, хотя крысёнышу нужна кислородная камера. Я думала, что я смогу её сделать своими руками, но я не знаю, как постоянно поддерживать реакцию распаза. Кислород был на уровне 7-9 литров в минуту. Крысик был в ветеринарной клинике, но там делали много уколов. Я знаю, что с животным, когда делают много уколов, они очень быстро уходят. Я взяла, пришла и отменила антибиотики. Вот так. На меня все так смотрели. С другой стороны, когда я в эту клинику ходила и говорила, почему мои крысы чешутся и расчёсывают себе даран, крысам лечили аллергию. Я пролечила всеми средствами, которые мне дали в этой клинике, ничего не дало эффекта. Потом просто взяла, отменила питание, то, которое советовали, лечение. Начала кормить их перловкой, и они выздоровели. Поэтому я решила, я звезда. Я отменю и антибиотики. Взяла, отменила. Вот так вот. Ну то открываешь кислородную камеру, кормишь крысу. Он кушает, а потом поворачивается к тебе попа с такими глазами. Что же, пока я умею покормила, сейчас колоть будет. Слушай, не хочу. Зачем я беднягу? С таким сердечным синдромом, такой сердечной недостаточностью, ещё и стрессировать. Поэтому я забрала крысу домой, купила кислородные баллончики. Вот. Ну, я хотела конкретно сказать не о моём крысе. Я хотела сказать, что я когда-то... Хотела быть доктором. Ну, а после преступной врачебной халактности, из-за которой умерла моя мать, я сказала, что, боже, жизнь человека, такая штука непонятная, лечишь от одного, умирает от другого. Я не хочу брать ответственность за себя. И вот после этой моей фразой, каждое испытание в моей жизни было непосредственно связано с медициной. И мне приходилось принимать решения в отношении себя, в отношении близких, решения, ограничащие с медициной, уголовная ответственность, гражданская ответственность, просто ответственность за жизнь. И поэтому вот я крайне раз убеждаюсь, что я всё уже взяла ответственность на себя, даже за крысу, даже за себя, даже за детей. Вот. Дочка тоже себя плохо почувствовала. Мы поехали в обычную больницу, прошли обследование, ей написали стационар. Вот. И я взяла всё, что для стационара придумано, ну, распланировала на лечение, я купила и делаю всё это дома. Страшно ли мне делать уколы? Нет. Страшно ли мне делать капель? Нет. Вообще не страшно. Ну, во многих вопросах я просто уверена. Вот так, мои уважаемые подписчики. Наверное, по-английски я скажу то же самое, но немножко о других поражениях. Не знаю. Стоило ли начинать? Стоило ли начинать опять говорить по-русски или по-украински? Вот. Наверное, нет. Вот так. Вот так. Вот. Bye-bye.